В средней школе номер 13 прошел так называемый день директора. В центре внимания были основные направления реализации инклюзивного образования в современной школе. Нравственные ценности и будущее человечества на базе средней школы номер 17 прошел городской конкурс творческих работ и сочинений. Здоровье полости рта – одна из важных основ общего здоровья человека. В связи с этим по инициативе Всемирной Федерации Стоматологов 20 марта ежегодно отмечается Всемирный День Здоровья полости рта. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В средней школе номер 13 прошел так называемый день директора. Участие в мероприятии приняли руководители школ и гимназии города. В центре внимания были основные направления реализации инклюзивного образования в современной школе. Цель – формирование комплекса профессионально значимых компетенций, направленных на обеспечение качества образовательных результатов для всех учеников инклюзивного образовательного пространства. Подробнее в первом материале выпуска. Неважно, как ты идешь, главное куда – под таким девизом в средней школе номер 13 прошел день директора. Эта школа особенная, инклюзивная. Из 450 учеников – 137 ребят с различными особенностями развития, с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха, зрения. И все они требуют особого внимания и подхода. Потому и была выбрана тема – основное направление реализации инклюзивного образования в современной школе. Участие в мероприятии приняли руководители школ и гимназии города. Учеба руководителей учреждений образования проводится раз в квартал. Все наши вот эти мероприятия, они будут совершенствоваться и победать что-то новое, в том числе, конечно, и заимствуя лучший положительный опыт. В целом сказать, мы в этом году будем серьезно заниматься вопросами повышения профессиональной всех кадров. Прежде всего, наших руководящих кадров учреждений социальной сферы – это и образование, это и спорт, и здравоохранение, и культура, остальные наши сферы, школьное образование. Ну и, конечно, в рамках вот этого проходит и наш день директора, и день заведующего детским садом. Директор средней школы номер 13 Марина Купцова познакомила слушателей с законодательными актами на получение образования, медицинской и социальной моделями отношения к нарушениям развития ребенка. Марина Георгиевна подробно остановилась на общем и различии интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования. Ею были представлены альтернативные системы и средства коммуникации в общении с детьми с особенностями развития. Присутствующим предлагалось не просто заслушать доклад, но и принять активное участие в процессе, на минутку почувствовав себя тем самым ребенком, лишенным какой-либо привычной для большинства людей возможности. Правильно услышать текст, взять в руки ручку, попросить о помощи. В инклюзии один из ключевых моментов – акцент на сильные стороны детей, их социальные потребности. Также крайне важно выявить барьеры и исключить их из жизни таких мальчиков и девочек. Традиционный месячник по санитарной очистке развернется весной в Барановичах с 19 марта по 28 апреля. Предстоит большая работа. Необходимо привести в порядок производственные и административные здания, сооружения и прилегающие к ним территории. Отремонтировать ограждения, оборудовать парковки и многое другое. Марафон чистоты пройдет под контролем мониторинговых групп, в состав которых войдут представители жилищно-коммунального хозяйства, Центр гигиены и эпидемиологии, гор-рай-инспекции и природных ресурсов и окружающей среды. Не дожидайтесь проведения субботника, а уже сегодня приступайте к наведению порядка. На базе 17 средней школы прошел городской конкурс творческих работ и сочинений. Его тема – нравственные ценности и будущее человечества. Какие вопросы в своих выступлениях поднимали школьники и гимназисты, выясняла наша съемочная группа. Для проведения конкурса, посвященного теме христианства, 17-я школа в Барановичах была выбрана не случайно, ведь именно здесь, наряду с привычными слуху математика и биологии, можно встретить такую дисциплину, как основы православной культуры. Уже 7 лет в нашей школе изучается курс факультативного занятия «Основы православной культуры». Мы были первыми в этом направлении в городе. Открыли мероприятия творческие коллективы школы. Организаторами конкурса выступили отдел образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома, Барановичской облагочинии Пинской епархии Белорусской православной церкви и средняя школа номер 17. Духовно-нравственное развитие наших детей – это одно из самых важных направлений в нашей работе. Конечно, не каждому суждено быть музыкантом, известным ученым, врачом. И наша задача – научить их, помочь им стать просто настоящими, хорошими людьми. Ценить дружбу, научить любить ближних, уважать старших, беречь природу. И в этом помогает нам сотрудничество с православной церковью. Нравственные ценности и будущее человечества – именно под таким названием было решено организовать мероприятие. В общей сложности для участия в конкурсе было заявлено 25 работ. Предварительно были отобраны 12 лучших материалов, авторов которых пригласили выступить со своим докладом на данном семинаре. Конечно, качество работ, качество выступлений разное. Это естественно, наверное. Каждому Господь дает разные таланты, каждый по-разному их реализует, трудится. Кто-то получает большую помощь педагогов, возможно, родителей. Поэтому, конечно же, уровень работ очень разный. Есть и те, которые даже нас заставляют полностью обратить свое внимание. Спектр выбранных для докладов вопросов получился весьма широкий. В своих работах выступающие затрагивали темы как локальные о конкретных архитектурных достопримечательностях Беларуси, так и глобальные о ценностях молодежи в современном социуме. Участники, занявшие первое, второе и третье места, были награждены дипломами и ценными призами Барановичского благочиния Пинской епархии Белорусской Православной Церкви. Тема моя – это основа приоритета формирования ценностей белорусской молодежи на примере учащихся в средней школе номер 14 города Барановичи. Выбор темы был довольно сложным, но я, в конечном итоге, определилась. И мне было интересно узнать, как старшеклассники относятся к религии и как они воспринимают ее в современном мире информационно-цифровой эпохи. Победителями конкурса стали представительницы школы номер 4 Екатерина Зеленская и Дарья Столярчук с работой «Время собирать камни», а также Александр Смирага и Серафим Далмат из лицея номер 1 с работой «Роль творчества Бориса Гогнов в формировании нравственных ценностей народа». Именно эти две лучшие работы будут представлены на 2-й епархиальной ученической конференции, которая состоится 21 апреля в Пинске. Уважаемые телезрители, 23 марта с 9 до 12 часов в Барановическом наркологическом диспансере будет работать прямая линия по вопросам профилактики и лечения табакокурения. Волнующие вопросы можно задать по телефону 490927. Здоровье полости рта – одна из важных основ общего здоровья человека. По статистике ВОЗ, около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей парадонта. Заболеваемость кариесом составляет практически 100%. В связи с этим, по инициативе Всемирной Федерации стоматологов, 20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. Республика Беларусь присоединилась к проведению этого дня в 2017 году. Всемирный день здоровья полости рта – одно из важных событий в мировой стоматологии. Большинство пациентов избегают стоматологического лечения. Поэтому основная цель – обратить внимание людей на то, как много значит стоматологическое здоровье в их жизни, проинформировать о мерах первичной профилактики и помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни. В этот день все врачи-стоматологи обучают пациентов правильному уходу за полостью рта и призывают своевременно обращаться к стоматологу при болезненных ощущениях. Для того, чтобы ваша улыбка оставалась красивой и здоровой в долгие годы, необходимо не только соблюдать правила гигиены полости рта и регулярно посещать стоматолога, но и следить со своим питанием. Считается, что здоровье зубов более чем на 80% определяется именно питанием. Грубая пища поддерживает здоровье десенной связи, окриквляющих в них зубы, стимулирует нормальное кровоснабжение. Железное мясо задает изрядную жевательную нагрузку, поэтому гораздо полезнее овощи и фрукты, такие как редис или морковь. Их твердые волокна очищают зубы и массируют десны не куже зубной щетки. Чтобы предупредить стоматологическое заболевание, следует соблюдать три правила. Правильная гигиена полости рта, правильное питание и использование фторидов. Для сохранения белоснежной улыбки необходимо придерживаться так называемой стоматологической диеты. Уменьшить потребление опасных для здоровья зубов продуктов – конфеты, шоколад газированной и алкогольной напитки и добавить в рацион молочные морские продукты, фрукты и овощи. Для блестящей белой эмали очень полезны яблоки. Они насыщены ферментами, которые уничтожают бактерии, провоцирующие развитие кариеса. Особенно полезно есть фрукты после еды. За счет жестких волокон они очищают полость рта от мелких частичек пищи. С детства нас учили. Стакая молока каждый день – верное средство для крепких здоровых зубов и костей. Это действительно так. Молочные продукты содержат кальций, который благотворно влияет на них. Творог содержит кальций и фосфор, усиливающий друг друга и крепляющий зубы. Сыр можно считать эффективным средством профилактики кариеса, ведь он на 60% повышает концентрацию кальция в зубной эмали и увеличивает объем слюны, который содержит компоненты, препятствующие развитию кариеса, воспалению десен. Для здоровой полости рта сегодня существуют разнообразные средства гигиены – зубные щетки, нити, массажеры, которые мягко удаляют зубной налет и зубной камень. А зубные пасты, гели, эликсиры одновременно сочетают в себе механическое и гигиеническое воздействие. Мед – это полезный продукт для здоровья зубов. Прежде всего, благодаря энзимам, которые уничтожают вредные микроорганизмы в полости рта напрямую. Прополис древних ремен используется в стоматологии в виде ополаскивателя и зубных паст. Ну и напомню, что не забывайте посещать своего стоматолога два раза в год и два раза в день утром и вечером чистить зубы. В Брестской области на весенних каникулах будет организовано более 220 оздоровительных лагерей. Лагеря с дневным пребыванием будут действовать на базе учебных заведений. Там в последние мартовские дни смогут отдохнуть и набраться сил 10 тысяч школьников. В том числе для 1200 ребят организуют специальные лагеря в спортшколах. Размер дотации за счет средств государственного социального страхования на удешевление стоимости путевок на одного ребенка в день составит 4 рубля 20 копеек. На каникулах детей ожидает множество здоровительных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий. При составлении программы особое внимание уделено тематике «Года малой Родины». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.